Продолжение следует... 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 Мы не можем себе этого позволить, мы обязаны дать нашим жителям возможность посетить аттракционы. Я думаю, что этот период будет длиться от двух до трех лет, чтобы заменить аттракцион. Сейчас мы работаем с тем, что есть, очень сильно занимаемся вопросами безопасности, обновления, ремонта, реконструкции, придания новой жизни старым аттракционам. Мне кажется, что повышенное внимание к паркам началось где-то в 2011 году, когда в Москве был реконструирован парк имени Горького. И где появился интернет, каток, спортивные площадки, кружки, семинары, лекции, что еще здесь у меня написано, велосипедные дорожки, скейт-парки. Вот мы идем в этом направлении? Безусловно. Мы идем в этом направлении. Нам, конечно, тяжело успевать за Москвой, но мы двигаемся в этом направлении. Но там в парке имени Горького, как вы сказали, убрали аттракционы. Он ориентирован в основном на молодежь. Понятно, что в Москве парков гораздо больше. Они могут себе позволить сделать парк исключительно для молодежи, парк для семейного отдыха, парк для людей постарше. Наши парки, они, получается, территория для всех? Сейчас, да. Дело в том, что парк Горького, концепция развития Москвы, было во главу поставлено то, что парк Горького – это визитная карточка нашей страны. Туристы, которые прибывают в столицу нашей Родины, обязательно попадают в этот парк. И удивить аттракционной техникой было бы сложно, скажем так, зарубежных гостей. И поэтому был сделан акцент немножко на другое. На креатив, на творчество, на, скажем так, всевозможные мероприятия, которые там проходят в бесконечном количестве. То есть они старались умом взять, вот знаете, так сказать, показать себя Россию. С точки зрения не какой-то, вот мы купили такую дорогую горку, и вот она самая там большая, самая высота. Но давайте тоже брать умом. Давайте уже из Москвы вернемся сейчас в Краснодар. Вот у наших парков концепция есть у каждого. Может быть, Чистяковская роща, может быть, для семейного отдыха больше? Он является семейным. Солнечный остров – это такой симбиоз семейного отдыха с прекрасным зоопарком, который существует на территории парка. Городской сад – это все-таки парк исторический, это самый старый парк. Парк Победы – мы движемся в сторону, скажем так, тематического. Это парк Победы, то есть выставка под открытым небом боевой техники. И новый парк, по-рождественски, которому предстоит обрести свое лицо. Пока еще не приобрел. Пока еще не приобрел, потому что… Я просто там рядом живу и часто бываю в этом парке. Есть для развития любого парка необходима, ну даже банально, электроэнергия. К сожалению, в этом парке пока с этим есть проблемы. Мы решаем вопросы, как только мы получим необходимые мощности. И я думаю, что этот парк вздохнет и получится новый, скажем так, импульс. Вы говорили в апреле этого года. Сейчас для нас приоритетными являются два направления. Создание пешеходных дорожек с твердым покрытием, которые востребованы и пешеходами, и велосипедистами. И открытие новых мест массового отдыха горожан. Как развиваются эти приоритетные, как вы сказали, направления? Что касается твердых покрытий, это было связано, мы уже тогда прекрасно понимали, что проблему велосипедистов надо каким-то образом решать. И развести ее с жителями, с просто отдыхающими, с гуляющими. Потому что в парках была мини-ситуация городского коллапса, то есть имеется в виду транспортного. То есть когда на одних узких дорожках сталкиваются и велосипедисты, и мамы отдыхающие. И вот чтобы их развести, для этого необходима сеть дорожек, которые были бы специально выделены под велосипеды. Сейчас этим вплотную занимается управление по дорожному хозяйству совместно с нами и с активистами велодвижения. На осень запланирована, скажем так, финальная точка выбора маршрутов. И с весны, с ранней весны мы планируем начать прокладывать эти твердые дорожки для велосипедистов. Вот мы так много сегодня с вами говорили о Московском парке имени Горького, о том, что там есть и лекции и прочее. Вы почему-то молчаете, что у нас тоже есть нововведения. У нас же есть, ну были, сейчас они уже закрылись, по-моему, да, в связи с сезоном кинотеатра на открытом возрасте. На траве. На траве, да. У нас есть занятия по УШУ. На всяком случае я видела объявления. Значит, что касается кино на траве, такие мероприятия проводят коммерческие компании по желанию. Сезон, безусловно, как вы правильно заметили, еще длится, еще, возможно, они будут проводить. Что касается кино под открытым небом, оно, скажем так, есть. Летний кинотеатр в Чистяковской роще работает. И с 17 июля, как мы его открыли, ни дня не было, чтобы не было сеансов. Лишь только вот вчера, первый раз из-за погоды у нас не состоялись там показы. Мы рассчитываем, что до глубокой осени мы сможем там показывать фильмы. А что касается активности, она продолжается. Йога проходит каждые выходные, каждые будние дни по вечерам, в выходные дни с утра. Ушу тоже никуда не ушло. В этом году не очень, как бы это была первая проба пера. Она, возможно, немножко не задалась. Но я думаю, что на следующий год мы ее подправим. Мы открыли в городском саду лекторий. Вот буквально на прошлой неделе реконструировали лекторий. Народ потянулся? В лекторий. Вы знаете, это новый формат. Не скажу, что прям мы заваленными заявками. Но те, кто проводили там мероприятия, бизнес-школы, лекторы, возвращаются и бронируют на следующие даты. А вообще посетители парков Краснодара жалуются на стоимость услуг? Вы про аттракционы? Да. Вы знаете, скажем так, большого количества жалоб нет, но это нормально. И мы к этому прекрасно понимаем, что всегда хочется заплатить меньше. Я посетила несколько сайтов и отзывов. И вот жалуется на дельфинарии в городском саду, говорит, что представление длится всего 10 минут и достаточно неинтересное. К сожалению, не могу прокомментировать данный комментарий по одной простой причине. Программа длится 46 минут. Я готов вместе с тем, кто написал этот комментарий, пригласить его в дельфинарии. И мы засечем вместе время. Что касается интересного, неинтересного, это всегда выбор вкуса. Если смотреть глазами взрослого, возможно, это неинтересно. Но давайте спросим ребенка, в первую очередь, для кого это сделано. И тогда, я думаю, мы получим немножко другой ответ. Близится поздняя осень, потом зимний период. И, конечно же, в это время интерес горожан к паркам несколько ослабевает. Хотелось бы было по-другому, но погода вносит свои коррективы. Чем будете завлекать? Ведь нам же нужна всесезонная посещаемость. Мы очень хотим всесезонности. И мы внимательно изучаем опыт других регионов. Но сложность в том, что у нас уникальный регион. У нас может не быть зимы вообще. То есть в Москве прекрасно пользуются спросом востребованные катки. В нашем климате угадать, позволит ли нам погода полноценно использовать каток или нет, невозможно. Давайте больше спортивных площадок тогда. В этом направлении мы в этом году очень много провели спортивных активностей. И мы рассчитываем на то, что мы сможем и дальше развивать. Но тут есть сложность. Жители Краснодара и Кубани очень изнежены. Спасибо огромное за то, что пришли сегодня в программу. Напоминаю, что гостем программы «Факты и мнения» был генеральным директором муниципального унитарного предприятия «Парки инвестиций. Туризм» Георгий Мурадов. Всем всего самого доброго. Главное, будьте здоровы. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok